Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с художниками, их биографией, работами. Гилий Михайлович Коржев, советский-российский художник-живописец, педагог, академик, член-корреспондент, народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР им. Репина, представитель сурового стиля. Родился в семье архитектора Михаила Коржева. 7 июля 1925 года учился в Московском художественном институте им. Сурикова у Герасимова. Своих острых по композиции, издержанных по колориту картинах, с выделенными крупными планами, тщательно моделированными фигурами, художник обращается к большим общечеловеческим темам, показывая людей в драматических, героических и бытовых ситуациях. Произведение художника написано в осязательно предметной манере, проникнутой драматизмом в нашей жизни и пафосом непреклонного мужества. Я зачитываю в Википедию. Символом политических интриг, перестроечного в кавычках периода, стали сюрреалистические мутанты. В 1990-е годы мастер не раз обращался к мотивам Дон Кихота и Евангелия. Жизнь вне искусства, вне живописи для меня попросту утрачивает всякий смысл, а в творчестве я более всего дорожу свободой. Свобода писать то, что я хочу и так, как чувствую и могу. Основу жизненной философии мастера. Преподавал Кожуров в Московском высшем художественном промышленном училище, ныне Российский государственный и художественный промышленный университет имени Строганова. Профессор, член Союза художников СССР, первый секретарь Союза художников РСФСР, депутат Верховного совета РСФСР 6-го и 9-го СССР. Умер 27 августа 2012 года, в возрасте 87 лет, похоронен на Алексейском кладбище в Москве. Памятник на могиле выполнен внуком Ивана по эскизам самого художника. Ну вот так вкратце о советском и российском художнике и живописце Гелии Михайловиче Коржеве. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok